Фестиваль научных открытий Arctic Wave состоялся в Манчегорске. Два дня здесь провели изобретательные ребята, которые стремятся сделать нашу жизнь комфортной и современной. Все форматы фестиваля были выстроены в концепцию город инженерных решений, территорию, где постоянно кипят процессы исследования, созидания и улучшения. Манчегорск – место, где живут молодые изобретатели. И это благодаря фестивалю Arctic Wave. Его концепция такова, что город Металургов превратился в особую творческую территорию, наилучшим образом способствующую самореализации нового поколения. Это вообще фундамент всего, что должно создаваться социально ответственной компанией, потому что здесь наши с вами дети. И вот те усилия и те интересные развивающие программы, которые здесь представлены, они по сути создают фундамент будущего и нашей страны, и нашего государства. Здесь мы вкладываемся, но самое главное – это дети, это развитие подрастающего поколения. А теперь подробнее о площадках фестиваля. За два дня работы юные изобретатели посетили каждую из них. Например, лекционный хаб, в котором выступали российские аэрофизики, ученые и популяризаторы космонавтики. Креативный кластер позволял ребятам создавать интересные изделия своими руками. Работала зона по виртуальному моделированию и робототехнике, которая так популярна среди молодежи. И, конечно, большая площадка с выставкой научных разработок и достижений. Вот, к примеру, промышленный экзоскелет. Мы спокойно работаем, они у нас висят, я их веса не чувствую. Он убирает нагрузку с опорно-двигательного аппарата, помогает поднимать, держать тяжелые элементы какие-то, грузы. Сколько он весит? 26 килограмм. Конечно, для работы с экзоскелетом нужна сноровка, но привыкнуть к нему можно за несколько дней, признается Александр. Этот экземпляр – лишь прототип. И уже летом должен появиться доработанный и облегченный вариант. Кстати, в арсенале компании Норникель есть еще один вид. Это экзоскелет Экзорайз, модель X-Soft. То есть его функция дисциплинирующая. Условно, у каждого человека есть проблема при поднятии груза. Может наклониться не так, чуть спину согнуть колесом. Но этот экзоскелет за счет специальных, как сказать, конструктивных особенностей не дает вам не так согнуться. То есть, можно сказать, это функция корсета. Особенно молодых создателей и изобретателей увлекает 3D-моделирование. Студент Денис Кровец мечтает свою жизнь связать с этой работой. У него уже есть несколько 3D-принтеров. В данном случае могут создаваться как игрушки, также могут создаваться технические детали. То есть, можно выполнять заказы от каких-либо комбинатов, заводов и ювелирных каких-либо промышленностей. Потому что принтеры типа фотополимерники, то есть SLA, могут создавать довольно точные и, главное, красивые фигурки. Соответственно, также телепечать может поменяться для стоматологии, ну и для других промышленностей. Главное отличие фестиваля в этом году – совместное участие на одной площадке детей, студентов и молодых специалистов. И, например, в конкурсе «Аймейк», конкурс юных изобретателей, как раз молодые специалисты компании, участники в хорошей компании, стали наставниками для ребят и прям помогали им дорабатывать их изобретение. Плюс те ребята, которые уже закончили школу, сейчас учатся в университетах, в институтах, они тоже стали такими наставниками. То есть бывшие мейкеры, бывшие изобретатели лиги «Аймейк», а у нас нет бывших, это теперь такое сообщество изобретателей, они тоже ребятам помогали дорабатывать их изобретение, ну либо переделать идею, перестроить ее. Безусловно, у них это все происходило на уровне их восприятия понимания, текущих проблем, с которыми они в жизни сталкиваются. Но те решения, которые были найдены ими, они в принципе понятны и способны продвигать их в прикладном производстве. То есть для себя лично, ну, многие вещи увидел, которые нужно посмотреть, докрутить, возможно, уже с точки зрения, ну, повышенных знаний инженерных. Финал конкурса изобретений «Аймейк» вошел в программу фестиваля «Артик Вейв». «Анатомическая подложка, ну, не подложка, а паз, который прикладывается к руке. Будут лямочки специальные. Вы вот так вот надеваете браслет, крепите его вот так. А где фильтр? Фильтр, будут отдельные блоки. Аккумулятор, это будут отдельные блоки». Юные участники из разных городов России защищали свои проекты. Научные изобретения, которые можно внедрять в нашу жизнь, чтобы она становилась комфортней. Вспоминая свое детство, что я мог делать, это разбирать пластиковые грузки, доставать лампочки, кроны, двигатели, да. Но я сделал ту машинку, которая двигается. Сейчас та база, которая предоставлена здесь для ребят, и те возможности, которые есть в нашей стране, ну, это просто колоссально. Они не то, что могут, они обязаны реализовать свои мечты, воплощать их в жизнь, добиваться своих целей. Ну, и этому сопутствует Норникель, Киркольская гурнометологическая компания. Те площадки, которые сейчас предоставлены, и мы по ним прошли. Ну, это классно, это здорово. И вот даже сегодня, придя домой, я, наверное, все это объясню своему младшему сыну. Предложу ему, потому что он интересуется всем этим делом. Ребята действительно демонстрируют правильный научный подход от постановки гипотезы до расчета моделирования и до реализации прототипа. Они мыслят и готовы штурмовать идеи о практической применимости изделий. Безусловно, это одно из самых высших качеств, которое востребовано на реальном производстве. Фестиваль научных открытий Arctic Wave организован компанией Норникель. Его главная цель – пробудить интерес к науке и технике среди молодежи. Поддержать креативные инженерные идеи и инновационную активность школьников. Показать перспективы развития отечественной и мировой науки и технологий.